здравствуйте вы на канале романов фада и друзья мои давайте сегодня поговорим на тему того что мешает нам выйти на новый уровень нашей жизни какие препятствия мы создаем сами себе какие препятствия возникают в силу тех или иных негативных вмешательств извне когда нам вредят какие-то завистники какие-то недоброжелатели и почему а часто люди сталкиваются с тем что они упираются в какой-то невидимый барьер в какой-то невидимый предел после чего у них прекращается какое-то движение жизни я имею ввиду именно движение вперед какое-то развитие жизненное и давайте наверно по порядку начнем почему человек не может перейти на новый уровень своей жизни и выйти из замкнутого круга вы знаете на самом деле причин может быть несколько первая причина которой я всегда говорю своей практике это те или иные наши утверждения утверждение того что деньги к примеру могут доставаться только очень серьезным трудом что они могут зарабатываться только потом и кровью и так далее так далее ведь часто мы растем в таких утверждениях часто по какой-то даже непонятной самим людям причине они стыдятся собственного достатка они стыдятся собственной успешности да к сожалению накладывает еще так или иначе отпечаток наше воспитание ведь очень часто нам с детства говорят что я это последняя буква в алфавите что нужно сначала подумать о всех а потом только подумать о себе но и так далее так далее нет я ни в коем случае не говорю что скромность это плохо скромность это хорошо но опять же в пределах разумного и бывает такое что человек где-то на подсознательном уровне не может просто даже элементарно тереть теоретически представить себя успешным представить себя богатым представить себя тем человеком который будет наслаждаться собственной жизнью и и на это опять же влияет отчасти наше окружение когда вокруг нас а существует какое-то определенное количество людей а примерно одного достатка и в какой-то момент когда один из этих а людей вдруг неожиданно решает что он хочет двигаться дальше он хочет на расти он хочет так или иначе двигаться по жизненной лестнице вверх многие наверное с этим сталкивались все окружение она но как бы растворяется в пространстве почему потому что большинство людей к сожалению очень негативно воспринимают чужие успехи большинство людей не могут смириться с тем что кто-то выбивается из общей массы кто-то выбивается из этого общества и кто-то начинает что-то делать и двигаться вперед это наши установки это один из главных пунктов также не менее важный пункт это опять же те или иные негативные воздействия извне потому что наша успешность наша реализация в жизни она у большинства людей из нашего окружения к сожалению как это не печально но она вызывает очень такое серьезное чувство зависти когда люди воспринимают чужие успехи исключительно как собственные неудачи когда они начинают делать те или иные какие-то негативные действия в сторону человека и тем самым портят опять же его на жизнь отнимают у него удачу и к сожалению это тоже достаточно часто прослеживается но и третий момент который я хочу тоже озвучить и читаю нужным это сделать это то когда мы не понимаем что нам на самом деле нужно ведь очень часто так бывает что за нас хочет кто-то родственники знакомые супруг супруга но и так далее и в какой-то момент если мы допустим вспомним времена школьные годы студенческие годы большинство людей они в том возрасте до конца не понимают чем именно им заняться и очень часто допустим те же студенты выбирают профессию не по причине того что им это нужно а по причине того что многие из их окружения на тот момент ну к примеру хотят стать экономистами или юристами и я помню как во времена моей молодости был повальный бум на тему того что все пойдут в экономисты но и так далее какие основные главные наверное даже заблуждение мешают выйти на новый уровень жизни первое заблуждение что я сразу могу сказать что я с ним в корне не согласен это утверждение того что судьбу невозможно изменить как я уже сказал я с этим не согласен и считаю что наша судьба она подлежит изменению точно также как наше здоровье и понятно что не бывает ничего моментально мы все взрослые люди и каждый кто на данный момент смотрит это видео я думаю со мной согласиться что на то чтобы чего-то достигнуть неважно а физическом плане когда вы делаете какое-то дело в энергетическом плане когда вы ставите ту или иную задачу когда когда вы начинаете создавать мысли форму все равно потребуется время но как практике могу сказать что судьба подлежит изменению судьба подлежит трансформации и если совмещать определенные вселенские законы причинно-следственные связи следить за собственной энергетикой временами проводить так или иначе энергетические чистки причем я говорю о чистках не с точки зрения того что на вас обязательно должен быть сделан какой-то негатив нет силу тех или иных жизненных обстоятельств вы просто могли накопить уже определенную энергетику в собственном поле я сейчас как раз говорю об негативной энергетике и эта энергетика начинает в дальнейшем притягивать как магнит все следующие невезения и все следующие негативные обстоятельства вашей жизни если чистить собственную энергетику регулярно неважно мы берем какие-то магические методы мы берем те же мантры мы берем посещение мест силы и так далее это в любом случае друзья мои работает это в любом случае положительно сказывается на вашей энергетике ну и напоследок я хочу вам дать небольшую практику вы знаете очень часто в своей практике я замечаю то что человек часто не не готов к собственному счастью где-то в глубине души он воспринимает вот это желание быть счастливым воспринимает вот эту мысль что когда-то у него может что-то получиться как вранье самому себе он сам не верит в то что когда-то он сможет чего-то в этой жизни добиться это в корне неверно а практика она очень простая все дело в том что часто мы не получаем то чего просим у вселенной то чего просим у высших сил по причине того что на подсознательном уровне мы считаем что мы этого не достойны мы не любим самих себя да я сейчас говорю о вменяемой нормальной адекватной любви и самому и самоуважении к самому себе и это очень и очень важно так вот я отвлекся я как раз хочу вам дать ту практику который говорил на протяжении месяца утром и вечером ради эксперимента делайте следующее в ванной в прихожей неважно там где есть зеркало подойдите к зеркалу посмотрите прямо в глаза самому себе и скажите я тебя люблю ты будешь жить счастливо и дальше ловите себя на мысли какие эмоции у вас вызовет эта фраза если у вас возникает дискомфорт если возникает чувство обмана учтите что вы отрицаете собственное счастье вы сами не верите собственное счастливое будущее и на подсознательном уровне вы считаете что вы не достойны этого будущего но проделывая эту практику утром и вечером хотя бы на протяжении месяца даже за этот месяц вы начнете замечать что вы начнете к себе проявлять абсолютно другие эмоции вы действительно начнете себя любить и дальше сработает схема если вы начнете себя любить вселенная вас тоже полюбит все окружение все пространство которое вокруг вас вас постепенно тоже начнет любить чтобы выйти на желаемый уровень жизни профессионально и личностно расти вам нужно вибрировать на других частотах выше чем сейчас отличным началом будет сделать чистку своего энергетического поля чакр для этого перейдите по ссылке в описании к видео и подпишитесь на мою рассылку там я буду присылать вам различные практики а также вы сможете получить приглашение на чистку энергетического поля вместе со мной ссылка вас ждет в описании к видео желаю вам удачи с вами был роман фат а а а а а а а Продолжение следует...